друзья товарищи со палатники всем привет сегодня хочу вам рассказать об одном из моих любимых ароматов который почти сразу после нашего знакомства встал на полку к другим красавчиком на моей полке любимые на странице во фрагрантике это парфюм berberi touch for men с момента нашей последней встречи мне ничего больше не приехало потому что и так слишком много новых парфюмов я не успеваю ничего разнашивать не успеваю формировать впечатление ну и как вы понимаете семейный бюджет не резиновый так вот парфюм berberi touch for men есть вариация для женщин for women я также ее пробовал покупал для своей жены но вот она не зашла она была какая-то слишком приходящая она была про какую-то смородину а вот ароматец для мужчин мне нравится и презентации несколько больше тот выглядел немного несуразно как какие-то палеолитические венеры посмотрите что такое оно какое-то бесформенное я бы не сказал что это парфюм для женщины но он слишком слишком какой-то монструозный вот этот аромат классные мне нравится бутылочка флакончик очень здоровский флакончик сразу отсылает нас какой-то мужской классики это британский бренд и поэтому можно сказать что это нечто нечто такое чопорное особенно это видно по картонной коробке в которой они приходят картонная коробка от принтован на их классическим принтом от berberi berberi в очередь это дизайнерские бренда бренд дизайнерской одежды у них есть свой собственный принт вот такие пледы такие клетчатые клетчатые красивые красивые ткани там шерстяные ткани хлопковые ткани и также они пытаются этими тканями или принтами этих тканей покрывать все флаконы или коробки своих парфюмов например berberi london у них прям флакон вот в этой ткани обернут в черно-черно-бежево-красный здесь ткани был принт на на коробочке открывается очень интересно у них пуговка и это на этой пуговице накручена нитка пропитанной резиной и вы таким образом ее раскрываете открываете коробку хотя сама коробка очень недорого выглядит она бумажная но тем не менее есть какой-то интересный такой эффект неожиданности когда не ожидаешь от бюджетный по сути парфюмерии вот пербери touch совсем недавно можно было в полный размер в товарной упаковке купить буквально за три с половиной за 4000 рублей я сейчас в россии не припомню что их особо много продает мне кажется они они совсем не продаются они у нас были если были то в конце нулевых начале десятых и потом честно говоря я их уже не застал я покупал это все онлайн точнее мне жена покупала первую мой флакончик онлайн и никогда не видел их оффлайн даже в гуме есть большой корнер бербери на котором есть например и бербери брит бербери бит например которого больше нигде нет бербери touch там нет то есть скорее всего в россии он совсем не представлен так вот несмотря на свою бюджетность классный классный классная коробушка классный флакон вот этот вот джентльмен мне сразу навевает мысли о цилиндре даже не просто голове а именно вот какой-то шляпе вот цилиндрической вот таким образом это открывается классный давайте нанесу пока будет пока будет выветриваться спирт расскажу про презентацию до конца классная крышка потому что она достаточно тяжелая она деревянная вот она будто бы из того еще времени когда не сильно заботились об эко нормах вот она ну то есть она немножко расточительная она большевата например для этого флакона да она какая-то вот но она большая она немножко не неэффективная может быть с точки зрения экономики ну то есть она она увесистая она тяжелая она настоящая деревянная это сразу придает придает какого-то какой-то добротности самой презентации презентация минималистичная классная я оставил эту крышку со своего первого флакона который я уже закончил а это у меня тестер приехал и здесь и здесь написаны ноты в кои-то веке мы будем на читать действительно ноты которые есть для аромата а не то что я себе там слышу у нас артемизия это полынь кто не знает у нас violet ли это листья фиалки мандарин и написано ну в общем это какие-то листья из деревьев в сердце это белый перец это вручение серого это вирджинский кедр и над миг это мускатный орех и бейс на утвердить это корни ветивера танка блин бабы танка и skin mask почему-то skin mask почему-то какой-то кожаный кожаный мускус имеется ввиду причем с кем как человеческая кожа то есть это что-то в общем какой-то из какой-то из мускусов они хотят нам рассказать что присутствует какое-то мускусное качество чем открывается открывается очень интересно открывается парфюм очень свежие очень зелено открывается тем самым листом фиалки если кто знает то лист фиалки например по таким парфюмом как фаренгейт или по таким как парфюмом как диск ойрд he would сейчас он перри выпущен под кодовым названием he would original например у него такая матовая матово-коричневая бутылка с по моему красной надписью original совсем недавно перевышал попробуйте очень прикольный take на 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 фаренгейт кстати говоря они немножко изменили они убрали бензиновый добавили древесности добавили туда опилок получилось очень классно в общем здесь а лист фиалки очень зелено правильно на фрагрантики пишут озоново немножко даже акватично лист фиалки дает все эти ощущения то есть лист фиалки он такой немножко солоноватый слова солоноватая зеленушка вместе с листом фиалки как мы с вами прочитали здесь артемизия то есть это полынь наверное есть некое качество такой суховатый суховатой травы но я подозреваю что я себе это даже больше придумываю чем она есть на самом деле может быть подобными вещами попытались завуалировать какие-то химические вещества чтобы не показывать напрямую что например здесь представлена лаванда я сейчас опять себе придумываю может быть здесь есть какие-то лавандовые материалы но они по какой-то причине захотели представить их виде полыни и говорят что здесь мандарину мандарины я не чувствую вообще ни в коем виде я не чувствую здесь цитрусов для меня лично это очень яркая красивая зелень акватически озоновая может быть с примесью горьковатый полыни полыни такая очень сухая терпкая трава горьковатая ну вот может быть может быть что-то подобное есть когда уходит уходит первые ноты сразу начинает казаться что вы где-то подобное уже слышали я здесь выставил себе какое-то огромное количество других флаконов буду вам рассказывать про историю парфюмерии с 90-х годов как раз на примере на примере бергере touch и когда вы подбегаете к середине середине этого аромата включаются вот те самые те самые ноты о которых они говорят нам здесь это белый перец это кедр это мускатный орех ну насчет кедра но вполне возможно какое-то древесное качество ну конечно она здесь присутствует что это именно кедр я бы никогда это не распознал да и вполне возможно там особой кедровых материалов нет просто хотят нам представить это таким образом перец да перед слышим перец будет солировать вместе с мускатным орехом в течение длительного времени с отголосками вот этой вот акватично озонистой зеленушки достаточно долго и потом из-под этого приблизительно через часа полтора в аромат кстати говоря живет на коже достаточно длительное время приблизительно с 8 утра вот вы как нанесете его и часов до 3 до 4 он с вами будет точно и вот часа через полтора просыпается такое сладковатое качество как здесь написано это бабы танка с ветивером с мускусом и все это замешанное вместе с мускатным орехом и как я сказал наверное какими-то лавандовыми немножко материалами которые они здесь нарисовали для того чтобы показать полы этот парфюм начинает рассказывать нам историю о парфюмерии о моде парфюмерные середины девяностых годов а честно говоря это один из наиболее далеко ушедших от своего оригинала из первого преначального парфюма который он собой представляет одна формула этот парфюм ну наверное примерно также похож на своего прародителя чем не более чем орки дмены от фрапена похож на авентуса то есть вы понимаете скорее всего что он был создан с оглядкой на тот парфюм но будете понимать только в том случае если знаете как звучит оригинал если уже прочувствовали как звучит оригинал до достаточно большой опыт в парфюмерии этот парфюм создан по трендам лямаль от жан-поль гатье жан-поль гатье лямаль это один из важнейших ароматов то чем пахло пахли все клубы то чем пахли какие-то альтернативные можно сказать да такие тусовочные мероприятия 90-х начала нулевых и здесь определенно особенно ближе к базе есть это днк вот это бабы танка с мускатным орехом цветивером с вот этим мускусом под мускусом непонятно что они имеют ввиду skin mask понятия не имею что именно видимо какой-то материал для того чтобы увеличить закрепить аромат и увеличить время жизни на коже как я сказал действительно он хорошо хорошо держится на коже в него есть какое-то такое уходовое качество вполне возможно здесь имеется какая-то из вариаций вот беломускусных материалов что понимают под беломускусными материалами такие вот они немножко уходово-порошковые немного да такие много альдегидными их наверное не назовешь скорее такой порошковый чисто порошковый чисто смысле чистоты че такой чисто порошковый характер звучания и все больше и больше конечно он сейчас скрыт за перцем и достаточно сильным мускатным орехом это вот две ноты которые будут в первую очередь слышны вам в нос будет сразу бить перец примерно через 10-15 минут однако чем дальше тем больше будет проступать вот этот стержень стержень базы лимали стержень вот этого сладких бобов танка с какими-то лавандовыми материалами каким-то вот таким вот мускусом красивый красивый аромат давайте проговорим немножко про историю как я так понял что он рассказывает нам про лимали что вообще за аромат такой лимали кем он был создан когда был создан почему я называю его одним из главных ароматов 90-х и начала нулевых как я уже сказал лимали это был как мне кажется первый аромат на эту тему он был создан в девяносто пятом году а создан он был вы не поверите франциск кук джан это тот самый парфюмер который сейчас стоит в каждом золотом яблоке у него есть собственный корнер вполне возможно вы слышали про такой парфюм как бакара ружь бакара ружь 540 он называется если полное название говорить и его собственный бренд сейчас это мизон фасис кук джан мфк имените еще парфюмер на данный момент он более того является главным парфюмером парфюмерного направления модного дома dior заменив собой предыдущего предыдущего парфюмера приблизительно в двадцатом или двадцать первом году то есть это это вот первый эшелон парфюмерных профессионалов индустрии парфюм он свой создал как я сказал в девяносто пятом году это очень известный аромат такая сладкая лаванда очень агрессивная лаванда лаванда с бобами танка лаванда с какими-то мускусными материалами причем под мускусными материалами в данном контексте я имею ввиду не телесные материалы то есть не то что у нас вызывают какие-то ассоциации с фекальностью или мочевиной это не вот какой-то немытость это не беломускусные материалы которые говорят нам про какую-то порошковость это вот какой-то другого вида мускус и вот такие мускусы которые в основном используются на нарциссу rodriguez нарциссу rodriguez нарциссу rodriguez вот такие какие то они немножко какие-то алкогольные они немножко такие химичные они немножко будто бы акватические они немножко я бы вот их сравнил с концентратами почему-то такое у меня возникает ощущение вот есть концентрат для стирки не порошок а вот именно концентрат для стирки у него есть какой-то такой нюанс немножко такой постирочный но он не порошковый вот-вот такого типа мускуса вот такого типа мускуса собой представляет и жан-поль гатье лималь второй аромат этого направления который вышел в свет буквально через год девяносто шестом году это versace dreamer он вышел буквально через год я подозреваю что не мог за буквально один год а скорее всего меньше было время отреагировать у парфюмеров versace на появление дримера и вряд ли дример так быстро вышел для того чтобы какую-то моду которую начал лималь перетянуть покупателей и заработать на этом versace никогда не славились какими-то невероятными пробивными что ли композициями они всегда использовали никогда не формировали тренды они всегда использовали тренды поэтому dreamer как я подозреваю не бывает наверное исключений не вспомню ни одного аромата от versace который бы формировал эти самые трендеры и не повторял что-то уже существующее dreamer вышел девяносто шестом за год успеть они не могли поэтому я подозреваю что или маль и dreamer собой использовали какие-то тренды которые уже до этого существовали может быть они их переоформили но вот это два первых аромата dreamer от немали точно такая же база такие вот сладковатые бабы танка вот с каким-то таким мускусным оттенком но dreamer уходил немножко в сторону такого грязноватого табака тот самый табак который я не очень люблю а в новых итерациях dreamer использовал как они пишут цветок табака достаточно много нот но это самое главное что играет играет не лаванда как она выглядит в лимале а вот эту лаванду может быть оставленной какой-то частью линолуола они заменили цветами табака и он такой немножко цветочно грязновато табачно и бобы танка сиропные какие-то у него есть мотивы такой мускусное нечто но они прям похожи это одного направления ароматы я был удивлен что разница всего лишь в один год dreamer у меня был у меня был предыдущего точнее последующего уже до последнего вида парфюм по моему году в девятнадцатом двадцатом был мой флакончик я его продал для меня было слишком по-женски я посчитал что слишком сладко слишком цветочно не смог я это носить тем более что у меня на полке и так вот этих вариаций отлимали ну вы сейчас увидите какое большое количество дальше есть аромат арно сорель шаман у меня он есть это парфюм который долгое время был звездой всяких магнит косметик лент и тому подобное это очень недорогой парфюм я покупал его на wildberries по моему рублей за 700 он столько и стоит он совсем недорогой это такой тейк налимали однако более ирисовый он более такой уходовый он более цветочный он более бальзамические у него замешанная по моему полу бальзам бальзам здесь был использован или перуанский бальзам в общем какой-то из бальзамов он такой оказывается более бальзамический ирисовый или маль вот так это выглядит очень классный парфюм для меня для меня прям целая находка он долго держится он достаточно плотный вышел когда не знаю нет нет данных на фрагрантики но тем не менее тем не менее парфюм зачетным следующем 2000 году вышел вот этот вот красавчик еще чуть чуть позже поговорим про то куда его носить чем он особо сильно отличается от лимали далее у нас был аромат я себе сделал здесь пометку их прямо очень много целый целый выводок это был армане код у меня есть отливант армане код причем старичка это будто бы это будто были маль но только окончательно убрали лаванду и заменили и здесь они сам это тоже такая сиропность это тоже это тоже бобы танка это тоже какое-то вот какое-то может быть мускусное качество однако здесь появляется больше бальзамичности от аниса он более и более спецовый нежели маль и у меня как я сказал винтаж что интересно это очень интересно они в новых итерациях заменили анис на лаванду то есть они самого начала сделали парфюм постарались сделать его более самобытным а сейчас уже в настоящее время с последними итерациями со смены флакончика кстати говоря у них сменился флакон у них он был такой изящный сужающийся к к серединке но вы увидите здесь будет здесь будет картинка а сейчас они сделали просто такую склянку банку тоже сделаю картинку они в общем достаточно сильно палятся и теперь указали что там не анис а лаванда в общем они перебрали пирамиду они перебрали сам аромат и сделали его похожим на себя в девичестве но нельзя сказать что это что люди копировали до что идете парфюмеры там достаточно именитые парфюмеры во всех этих брендах что они копировали но вот как сейчас происходит с авентусом когда выпускают парфюмы которые вдохновлены авентусом но не является прямыми иконами я думаю приблизительно точно такой же был исход следующий парфюм это лекситан классический 2005 год это тоже сладковатая тоже сладковатая лаванда я не слышу там сильно бобов танка но сама лаванда сам вот ее формат он просто вот сладкие сладкие может быть там заменили бобы танка ванилью может быть просто перебрали просто оказалось что совсем другие другие ноты действительно другие нотам более сухой здесь больше трав такое навевает ощущение бы сказал медово-травный какой-то парфюм однако все равно можно услышать знакомые нотки все равно он заигрывает с той же самой аудитории и все равно общее впечатление складывается такое же приблизительно с какими-то вот дополнительными некими нюансами что и у лимали было следующий парфюм у меня тоже есть я делал на него обзор это не случившаяся моя любовь это аромат white mask в какой-то момент мой любимый парфюм silver window до нем будем говорить чуть позже это тоже один из один из вариантов звучания лимали из-под выпад верта я сняли тот мой любимый аромат дискорд и я в какой-то момент увидел на фрагрантике сравнение с white mask от 2 body shop это бренды косметические которые уходовой уходовой косметики которые ушел из россии с началом и свода и ладно бы что ушел я сразу купил по моему я купил то ли 3 то ли 4 у них была какая-то акция в общем я там по моему 4000 рублей отдал и схватил целую охапку этих парфюмов мне показалось поначалу что это прям сильно похоже на silver window ну потом разматывая всю эту всю эту цепочку и конечно понял что что разговор скорее про лималь что скорее он отыгрывает на на поле лимали нежели одного из вариаций этих сам этого самого лимали общем это лаванда с большим количеством постирочного мускуса белого как раз таки здесь говорится скорее про стиральный порошок очень красиво ну такой лавандово с бабами танка они не стали это уолировать там так написано там и лаванда и бабы танка есть и ветивер кстати говоря есть как и во многих вариациях вот вот этих парфюмов единственная он очень тихий он очень тихий он не столько не стойки сколько именно что тихий это аромат скорее аромат тела скорее аромат интима скорее аромат близости и наверное его можно использовать разве только в маленьких офисах офисных помещениях больше дома может быть дома там это аромат для сна к примеру да для просто домашний какой-то ваш парфюм чтобы никого не задушить чтобы не было большого шлейфа это максимум о чем можно говорить а так вообще классный парфюм мне очень нравится следующий у нас был silver wind wood от discord это моя любовь это аромат который был у меня на моем на моей полке в качестве моего ароматного я это достаточно далеко достаточно далеко ушедшая ушедшая композиция от ли моля здесь осталось только лаванда и очень далеко где-то где-то они по-моему прописали амбра и что-то еще ваниль что ли они написали в базе в общем это что-то такое тоже по типу вот этих как бобы танка они все обыгрывают этот сладковато ванильный немножко может быть зеленью бобы танка звучат этот аспект здесь здесь опять же ветивер опять здравствуйте зелень и помимо всего прочего здесь например есть шалфей здесь они добавили ладан то есть его развернули его сделали более современным аромат вышел 2011 году классный классный парфюм мне рисует зимний лес я делал обзор на него достаточно давно правда классный классный парфюм был мы одним из моих любимых до того момента как ко мне приехал фужер рояль буквально пару-тройку недель назад и поэтому больше он у меня не стоит на полке моего ароматного я простоял там почти сколько восемь или девять лет классный аромат просто просто пушка но опять же не уникальный настолько чтобы можно было сказать что это что-то невероятное и как же так они его сняли теперь я понимаю почему вообще сняли ту линейку она вся повторяла она вся повторяла кого-то ну хотя повторяла повторял достаточно оригинальные повторял достаточно самобытно еще один парфюм который повторяет вот эти мотивы ли маль это джанам прованс лаванды ветивер у меня остался декант остальное я дал матери и очень понравилось я ей подарил он скорее напоминает armani code в своем нынешнем исполнении потому что здесь очень похоже на armani code но только вместо аниса который у меня вот здесь в моей винтажной миниатюрки здесь и лаванда как она есть то есть это лаванда с бабами танка такая зеленая сиропная сладкая да в это вот она она и она и есть она сильно-сильно далеко от ли маль это и не уходит ну разве что не такое не такое количество зла в нем есть он больше конечно на похож на armani code вот чуть-чуть так из-под выпад верта следующий парфюм у меня был это луна роса в 2012 году он вышел как кстати говоря и его джанам прованс луна роса ушла также как и бербери тач очень далеко от начального звучания ли маль классный был парфюм там они полностью перебрали пирамиду просто осталось наверное вот немножко лаванда уходовая такая немножко с беломускусными китомотивами и чуть-чуть сладковатая все остальное было совсем другое а вот луна роса спорт которая вышла в 2015 году это на производитель прада здесь где-то будут картинки для обеих это прям люди которые пользовались лимали им пользовались луна роса спорт говорят это по сути лималь разница настолько небольшая что можно ею пренебречь это по сути лималь то есть получается что этот тренд который был задан джан-поль гатье ну задан франциск джан парфюмером этого самого парфюма он просуществовал и я так понимаю наверное что вы существует до сих пор просто я его не отслеживаю больше не отслеживаю аж с 95 по 2015 как минимум год луна роса спорт выпускается до сих пор то есть 20 лет с момента выпуска первоначального как мне сейчас на данный момент кажется если у кого-то есть другая информация пожалуйста напишите 20 лет со выпуска первоначального аромата выпускаются вариации на этот самый аромат это это конечно фурор это невероятно здесь никакой блюдо шанель никакой кредо вентус никакой дёрса ваш пока рядом не стоят у тех в лучшем случае но когда у нас по моему блюдо шанель вышел раньше всех них до совашь вышел в двенадцатом по моему году или в четырнадцатом году авентус десятом блюдо шанель вышел 2004 году вот получается на данный момент у нас сейчас сколько двадцать двадцать лет на данный момент соблюдо шанель если говорить про лималь на данный момент это уже 95 господи сколько до до двухтысячного и еще 24 до 24 29 лет почти 30 лет на полках стоят вариации на тему лимали сам ли маль кстати говоря тоже возвращаясь к бербери touch можно было бы говорить что это не совсем лималь можно было бы говорить что это вообще не лималь что я не слышу например никаких аналогий снимать но для меня лично учитывая что я попробовал такое большое количество здесь раз два три 4 5 6 6 7 я продал 7 до 7 7 вариаций на тему лимали я могу вам сказать с уверенностью что что я слышу эту самую базу я слышу эти самые бабы танка я подозреваю что там есть лавандовые материалы которые они не заявили может быть которые они заявили как я вот сейчас сказал виде полыни к примеру во всем остальном это уникальный аромат я слышу некие отголоски знаете как я слышу я слышу что-то похожее на другие парфюмы например я слышу в самом старте и может быть в серединке отголоски на вот этот вот аромат это в девичестве ирландская кожа от моему но вот то то что я сейчас держу в руках это эмберга шауэрс аромат от рассаси верхняя линейка лайка вам аромат в старте это лист фиалки собственно поэтому я и слышу схожести в середине это матэ с кожей и в базе это кожа с древесными какими-то древесными какими-то акцентами очень красивый парфюм вот здесь если убрать отсюда кожу наоборот если убрать оттуда кожу и вставить вот вот этот вот перечно перечно мускатный такой вот аккорд тот скорее всего будет сильно напоминать то что происходит в эмберга шауэрс ну точнее тот наверное парфюм будет напоминать этот аромат я бы сказал что вот это вот этот лист фиалки зеленый вот этот немножко озоново-акватический и дальше немножко такой солоноватый и дальше перец с мускатным орехом они в какой-то момент и напиши например это производитель в пирамиде мы бы поверили он напоминает матэ он действительно напоминает матэ он напоминает кофе он не напоминает чай он напоминает именно чайный напиток матэ он такой терпкий он такой суховатый он такой чуть-чуть горьковатый он такой вот он чайный и здесь действительно это есть поэтому сравнение не лишено смысла действительно у них есть какие-то пересекающиеся такие аллюзии друг на друга при том что понятно что здесь это пришло и одно и другое пришлось совершенно разных и совершенно разных места и говорить о действительно похожести не приходится. Куда можно его носить и что это вообще за аромат такой по характеру? Если Лемаль, он полностью переработан по сравнению с Лемалем. Если Лемаль это клубный парфюм, это интимный парфюм, интимный с точки зрения секса, сексуальности, это аромат про after party какой-то, про вечеринку после банкета, то этот парфюм это как раз-таки скорее дополнение, достаточно спокойное, достаточно может быть интровертное дополнение для своего носителя от прародителя здесь осталось очень немного вот правда прародителя как я сказал здесь остался только стержень вот этот сладко сиропный причем достаточно далеко убранный с какими-то лавандовыми материалами вокруг может быть может быть с немножко ветивером может быть вот с этим самым мускатным орехом что там еще могло быть все по сути все во всем остальном это вот новый вот все что обрамляет эту самую базу это все на во это все достаточно актуально несмотря на то что парфюм вышел на данный момент 24 года назад 2000 году он достаточно современен я слышал правда один отзыв о том что он будет пахнуть возрастно и что вот тот человек который его пробовал по моему был один отзыв на фрагрантики что он скорее для старшего поколения я этого не чувствую для меня это прекрасное дополнение для образа причем любого это еще один такой аромат у меня на полке который может теоретически заменить вообще все что находится у вас на полке он прекрасен на утро он прекрасен на вечер он прекрасен в отпуск он прекрасен для шорт для шорт и пляжа он прекрасен с офисной сорочкой в не знаю в какое-то мероприятие какое-то событие какое-то какие-то посиделки с друзьями в кафе поход со семьей в ресторан он хорош для домашнего парфюма вот лично я например обнуляюсь вместе с этим парфюмом когда я слишком много парфюма на себе нашу в течение недели либо вот куда-то углубляясь в историю в эти плотные ароматы вот которые нужно изучать который нужно грубо говоря напрягать свой мозг либо нишевые в которых постоянно чего-то слишком много и вот ты вроде как все вычленяешь пытаешься провести какие-то параллели когда мозг уже устал уже когда присытился уже можно сказать немножко перегорел даже не физически мозг нос перегорела перегорел мой мозг перегорела мое восприятие я отдыхаю вот с этим ароматом еще кстати вот с этим тоже вот white mask два наверное моих парфюма на которых я отдыхаю потому что они позволяют они позволяют пахнуть хорошо они позволяют пахнуть достаточно уникально они позволяют пахнуть достаточно интенсивно хотя они имея с какого-то невероятного шлейфа и угадываем и например дака бывает такое что аромат от вас слышен но он не угадывается то есть он не находится в зоне вот в интенсивности зоны распознавания носом что это за аромат то есть это какой-то воспринимается как некий фоновый шум здесь такого нет это достаточно плотный аромат это угадывай аромат это аромат который принесет своему носителю ощущения свежести ощущения кто-то говорит что он пахнет какой-то детской присыпкой есть наверное какая-то вот некая пудровость но вот Она достигается, как мне кажется, вот этими мускусными материалами вместе с мускатным орехом. Может быть что-то подобное есть, но для меня он скорее как раз таки свежий, нежели какой-то мускусно-присыпочно-пудровый. Нет, не такая эта вещь. В общем, это классный парфюм, это классный парфюм для отдыха, это классный парфюм для работы, это классный парфюм для дома, для всего. Он хорошо выглядит, он очень мало стоит, например, если у вас есть возможность заказывать на западных площадках, какой-нибудь Fragrance X, Fragrance Shop или Natina, может быть, работает на западных рынках. Это будет стоить вам буквально, ну сколько сейчас доллар, да? Я думаю, он будет стоить около 25 долларов, я думаю, какие-нибудь 30, может быть, 35 долларов, я думаю, можно его найти за тестер. 30-35 долларов, да, наверное, за тестер можно будет найти на каких-то западных площадках. В России, ну сейчас пока печалька, да, в России его особо не найти, я их ищу и нахожу на Авито, когда у меня вот заканчивается, ну я вот думаю, еще миллилитров 30-40, вот, наверное, половина от того, что у меня сейчас есть. И я снова начну его искать где-нибудь на Авито, они попадаются, и даже когда попадаются, они стоят не очень много. Я вот этот тестер свой купил, по-моему, тысячи за три с половиной в той зимой. У меня закончился мой собственный, моя собственная сотка первоначальная, и вот я себе взял. В общем, аромат классный. Кто хочет себе, кто хочет себе парфюм, на котором он будет отдыхать, который будет доставлять ощущение свежести, не чрезмерной свежести, свежести понятной, свежести угадываемой, свежести, которая будет приятна для окружающих, потому что совсем не все современные свежаки все-таки приятны для окружающих. Вот этот я не нашел ни единого отзыва среди своего окружения, реального, не вот то, что пишут в интернетах, а реального окружения, чтобы люди сказали, что он неприятен. В общем, таков мой отзыв на этот прекраснейший аромат, находящийся среди моих любимчиков на моей полке на фрагрантике. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Увидимся с вами в комментариях. Хорошей нам всем недели. Пока!